Глава 38, 203 В те дни Езекий заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исайя, сын Амосов, и сказал ему, Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Езекий отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, Не безумно, что прибавляет пророк в то время, но чтобы научить нас о причинах зла, Так как часто у многих нечто доброе бывает началом зла, что подтверждается и книгами Паралипоменон, И смирился Езекий от высоты сердца своего. 2 Паралипоменон 32, 26 Смотри, человек справедливо на нас приходят бедствия. Что было достаточно для того, чтобы ты возгордился? Может быть, своей силой управлял или совершил победу? Может быть, ты преследовал неприятелей, но разве не в то время, когда спал весь город, все это совершилось? Причиной того превосходства было то, что Бог управлял городом. Разве ты не слышал, что ради меня и ради Давида раба моего? И пришел к нему Исайя и сказал, Смотри, когда он пришел к нему, тогда именно, когда Езекий был в великой скорби, чтобы, находясь в своей болезни, он легче уверовал. Кроме того, ему должно было веровать и ради того, что произошло с ним и с неприятелем. Сделай завещание, ибо не будешь жить. Не просто сказал, умрешь, но прибавляет, напиши. Что иные толковники объясняют, прикажи. Каковое выражение побуждало к более крепкой вере. Таким образом, он вел себя так, что подтверждались остальные чудеса, которые имели совершиться. И поворотился, Езекий, лицом к стене. Почему пророк не указал причину болезни? Чтобы не обесславить праведника. Подумай теперь, что болезнь не дозволила ему идти в храм Божий, даже гулять, так как он смертельно болел, но он не был небрежен. Из этого нам должно научиться тому, что нам всегда нужны добрая воля, свобода и разумение. Почему же он обратился к стене? Чтобы тайно и спокойно иметь возможность говорить Богу, когда не было иного утешителя. Стих 3. О, Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно. Почему же он не надеялся на свою добродетель? Потому что он видел лучшее, чем в скорби. Говорит перед Тобой не для хвастовства и не для того, чтобы этим доставить себе славу человеческую, но с совершенным сердцем. Он прибавляет слезы для того, чтобы как можно яснее показать, что он не только надеется на добродетели, но также имеет надежду получить спасение в милосердии Божьем. Видишь ли, он не произносит многих слов, но только показывает благочестие сердца. Так все здесь сосредоточено. И было слово Господня Кисая, и сказано, пойди и скажи Езекии. Так говорит Господь Бог Давида, Отца Твоего. Я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои, и вот я прибавлю ко дням Твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу Тебя и город сей, и защищу город сей. Он не сказал, Господь Твой, Пророк, имел в уме благочестие Отца, кротость и смирение Давида. Научимся из этого тому, что относится к великому благочестию. Нам должно исследовать в отдельности. Происходит ли кончина жизни вследствие болезни, или по душевным причинам вследствие или естественных недугов, или чьих-нибудь притеснений. Для нашей жизни семьдесят или самое больше восемьдесят лет. Здесь говорят предел природы, только доселе простирается человеческая природа. Хотя не всегда так бывает, но от немногих случаев не будем заключать ко всем. Обратим речь к иному. Смерть происходит от грехов. Почему Писание говорит, многое время поживешь, и приложится тебе лета жизни. Притча 9.18. И долголетен будешь на земле. Не будь жесток, чтобы не умереть ни в свое время. И в ином месте число дней Твоих. Исполняй и исполню. Исход 23.26. Но мы прекрасно знаем, одни смерти бывают своевременны, а другие несвоевременны. Одни по праведности, другие по грехам. Но разве могут быть несвоевременные смерти по добродетелям? Восхищен был, говорится, чтобы злоба не изменила разум его, премудрость Соломона 4.11. Отсюда ясно, что смерть может быть несвоевременной по определению мудрости и по милосердии Божию. Прими, говорит Господи, Иосию, дабы он не узрел грядущих зол. 4.22.20. Видишь ли, что не только следствие бедствий, а также и по милосердию Божией бывает то несвоевременная смерть, то старость, и говорится, и да долголетен будешь на земле. Но иная бывает старость по грехам, по сказанному о Каине. Всякий, кто убьет Каина, ему отомстится всем раз. Как это по иному случаю объяснили иные, и как объяснили также мы в толковании к Захарии. А Павел говорит, посему многие из вас больные, немало умирает. Ясно, что мы нашли две причины своевременной и несвоевременной смерти, противоположные между собою праведность и грех. Посмотрим, не можем ли мы найти также иных причин. Да, находим. Именно, хотя ты и не веришь этому. То, что Бог может возбудить болезнь или обиды людей, умирает не только по причине козни человеческих, а и по допущению Божию. Подобно тем, на которых упала башня Силанская, о которых Иисус говорил, не думаете ли, что они были грешнее всех живущих в Иерусалиме? А бывает иная причина и своевременной смерти, как исполнилось это на Павле. Не напрасно и не неправедно был долговечен этот праведник, а чтобы оставаться во плоти, нужнее для вас. Иначе он быстро отправился бы ко Христу. Он желал оставаться во плоти ради проповеди. Таким образом и пророки по этим же причинам вели долгую жизнь для пользы многих. Вот мы показали уже три причины своевременной и несвоевременной смерти. Желаете ли вы также знать и четвертую причину? Авраам обновился в старости к юности, чтобы родить детей. Желаете ли также знать пятую причину, которая несказана и удивительна? Смерть младенцев, которые были убиты в жестокое правление нечестивого Ирода. Они были умершлены не по причине праведности или грехов, и не были восхищены по причине злобы, но были убиты вследствие жестокости сердца. Ирод убил их по своей злобе. А почему, скажут, погибли во время потопа? Мы скажем. Истреблены были по велению Божией за свои грехи. А почему младенцы израильские? Почему первенцы египетские? И те по какой-либо причине. Как те, которые были истреблены в потопе, так и те, которые были убиты Иродом, и те, которые убиты в Египте. Все по разным причинам. Так как причины смерти отдельных людей различны, то должно исследовать, каковы они. Во время Ноя, чтобы не распространялось зло. Во время Христа не так. Египтяне погибли за грехи отцов, израильтяне же по причине злобы египтян. Но если ты скажешь, почему он не погубил сразу всех грешников, то я скажу, придет суд. Если кто-либо скажет, что младенцы, умершленные Иродом, были убиты не по тем причинам, так как если бы они были грешниками, то могли бы исправиться, а если праведниками, то им нанесена обида, то мы скажем, что на самом деле не так. Бог умеет воздавать даже едва родившимся. Когда он даже о неродившемся, который не сделал ничего доброго или злого, говорит, больше будет порабощение у меньшего. А также Якова возлюбил, а Исаава возненавидел. И это сказано относительно грядущего, так как Бог знает, какого они направления. Ясно, что новорожденные, если хороши, угодны Богу, а если злые, то смерть для них же полезнее, чтобы они не сделали злыми. Но каким образом скажет понимать следующее? Если предается казнь какой-либо вор или преступник, то уже ли Бог повелел, чтобы тот умер злой смертью? Не от Бога произошло такое повеление, но от злобы. Тот злоупотребил свободою, сам был причиной своей смерти, сам принял на себя иго смерти, как говорит премудрый. Руками призвали ее премудрый Соломон 1.16. Но если кто-либо стремительно падает, то разве не Бог причиняет такую смерть? А может быть он упал вследствие небрежности? Если Бог попускает ему умереть таким образом, то он в совершенстве знает причины этого. Если же умирает какой-либо удавленник, то Бог не желает этого, а попускает по гордой воле таковых. Таким же образом, когда на путешественника нападают воры, то иногда одному путешественнику он дозволяет пройти и его спасает, а иногда относительно другого он допускает смерть, чтобы не уничтожить свободы. Итак, мы полагаем, что одна смерть бывает по повелению Божию и воле, а другая по его попущению, хотя и против его воли. Убийца осудил сам себя. Бог не везде помогает, хотя и желает, чтобы мы на него надеялись. Он никогда не презирает, так, чтобы не думали, что творение его не имеет промышления и попечения о себе. Ясно, что определенная людям от Бога смерть не есть неизбежна, но что Бог отменяет уже произнесенное решение относительно смерти вследствие покаяния, когда к нему прибегает праведник или грешник. И относительно праведного языки было произнесено решение, но он слезами своими изменил таковое решение. таким образом Бог желает чтобы смерть происходила не только по природе, но также по праведности или по грехам, чтобы мы имели возможность своей праведности избегать несвоевременной смерти. Но скажут, какая теперь польза, когда я слышу, что первый человек умер по грехам? Я же хотя соблюдаю кое-какую праведность, однако умираю уничтожаемый тем же наказанием. Если ты праведен, то ты можешь избегнуть несвоевременной смерти. Если же ты грешник, то нельзя. В то время это имело значение, но теперь Бог повелел, чтобы смерть изменялась в ничто. Вот прилагаю тебе еще пятнадцать лет. Скажут, не более так определенно было. Но разве не понимает, что решение было принято, а он языке изменил его своими слезами? Это было знаком милосердие Божие. Если кто-либо получает приговор от человека, то он не может быть в безопасности, если только не заступится перед судьей кто-нибудь, имеющий большую власть, который в состоянии освободить осужденного. Но не так у Бога. Тот, кому произнесено было решение, молился и плакал один, и наказание смертное было отменено. 207 стих 6. И от руки царя ассирийского, спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва языки царя иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Смотри, как он сокрушил его гордость. Я, говорит, избавлю тебя, но не ты себя. Это знамение от Господа. Во время войны он дает как знамение условия победы. Это тебе знамение. Дает такое знамение, которое указывает на прошедшее, так как Бог дает знамение не только тогда, когда желает, чтобы веровали в какое-либо будущее событие, но и тогда, когда желает, чтобы не забыли о прошедшем. Подобным образом в истории медного змея, который изображал распростертые руки, напишите, говорится, в память это, доведомо будет иным языкам и грядущим. Если совершившиеся вещи близки, то они не нуждаются в знамениях. Если же они отдаленны, тогда нуждаются. Теперь смотри на чудесную конец войны, когда явился ангел и были сбиты воины ассирийские. Но более дивно было предсказание, вы будете сеять и жать, как бы во время мира, но никак в такое время, когда является неприятель, наподобие грозной молнии. Он прибавил знамения к знамениям, не ради праведника, так как он веровал и без знамения, но ради прочих, чтобы открылось все, и чтобы через избиение многих неприятелей, они познали, что он есть владыка смерти, а через продление жизни языки, что он есть начальник и податель жизни, и возвратил по ступеням солнца. Действительно, было удивительно, если бы он повелел возвратиться тени быстро, то это не было бы удивительно, и могли бы подумать, что может быть это произошло от солнечного течения, и здесь ничего не проявилось особенного. Но из тихого возвращения было ясно, что это совершилось всемогущим правителем мира. Смотри, дело совершается не на ровном месте, но на ступенях, где ясно виделась сила совершающего чудеса. И это случилось на всем земном шаре. Никто когда-либо не видел и не слышал, чтобы совершилось чудо, равное этому. Иисус новин говорил, достанет солнце и луна, и они стали. 10-12 Иисус новин. Хотя это было великое знамение, однако оно не показывало, что солнце и луна стали сами собой, но что есть кто-то удерживающий их и все направляющий. Для того, чтобы не подумали, что творение в определенном своем видимом течении, равное солнечное движение, останавливается собственной силой. Он двигает солнечную тень тихо и изменяет ее по желанию, не потому, что он желает вредить всему миру. Но затем, чтобы побуждаемые удивлением, все обратились к вере. Солнцу повелел стать Иисус новин, повернул же его назад Бог и Христос замедлил путь его. Чтобы ты, видя его замедление, научился, что это произошло не природы солнца, а Творца. Я сказал себе, при половине дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Иные переводчики говорят, когда болел, восстал от недуга своего. Видишь ли, он воздает благодарность болезни, вспоминает о благодеяниях. Высотой дней он называет дни молодости. Или, как иные переводчики говорят, в мои спокойные дни, то есть во время бездействия или покоя. Я умру не своевременно, говорит. Меры печали служат года, нам же нужно жить. 11 стих. Я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. А это еще печально, потому что мертвые также подвержены печали. Отсюда ясно, что жизнь его была близка к концу, потому что он уже намеревался умереть и все-таки был спасен Богом. И так это было делом как бы нового воскресения. Хотя решение относительно смерти не исполнилось, однако жизнь его как бы имела конец. И такой умерший был воздвигнут тем, кто освобождает от смерти. Тринадцать. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушался кости моей. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Так он открывает угрожавший ему конец и нечаянное спасение от Бога. Потеря надежды воистину для него была надеждою. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу Господи, тесно мне. Спаси меня. Итак, те, которые не благословляют Бога, ничем не отличаются от умерших. Они даже хуже их, потому что неблагословляющий Бога считается умершими и скрытыми в гробнице. Истинно говорит он далее. Тихо Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей, Господи. Так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо ни преисподняя славит тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни нисшедшая могила уповает на истину твою, живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвести детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Он называет живыми тех, которые преданы благочестию, как ясно из следующих слов, как и я. В то время был живым не он один, но весь мир, однако относительно благочестия живым был только он один. И Зеки не был лишен веры в воскресение, благословение. Видишь, он обещает великое покаяние во грехах, пока он не перестанет благословлять Бога прямо дома Божий. За это время никогда грех не может в нем укорениться. 21 И сказал Исайя, пусть принесут пласт смокву и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Иси сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. Но почему он приказал наложить на рану пласт приобрести несколько земли, как видимые телесные знакы выздоровления. Так сделал и он. Пророки имеют обычай рассказывать вновь о том, о чем они говорили раньше. Болезнь удаляется не опытностью врачей, но помощью Господа, который может исцелять без помощи медицины и какого-либо медикамента, не требуя какой-либо жертвы. А если иногда что и требует, то только веры исцеляемых 209. Потому Христос не посетил дома сотника, так как вера его была велика. Напротив, он пришел к начальнику синагоги ради малой веры его. Потом в ином месте он говорит хочу очистить, а другому простирает руку, иному же исследует глаза. Почему? Потому что он примирялся к настроениям всех, применялся к ним. Прокаженному Нейману говорится иди омойся. А сам Христос брением помазал очи слепому. Брение же не приносит здоровья, даже ослепляет. И относительно Лазаря говорит возьми камень и иди вон. То есть отнимите от могилы. Но может быть он не мог воскресить умершего в то время, когда лежала крышка. Он сделал так для того, чтобы поднимавшие камень были свидетелями воскресения. Если он отверг врата смерти и освободил связанных с заклепами ее, то тем более он мог словом поднять камень, лежавший на отверстии гробницы. Затем, чтобы люди не были неверующими, он повелел мертвым воскресать перед ними. Подобным же образом и здесь дано повеление относительно наложения смоквы на язву. Иезекия показывает себя близким к смерти, когда говорит, что «Дух мой во мне унывал» ясно, что излечение произошло не от пласта смоквы, но от повеления Божия. Помощь врачей происходит от природы лекарств, но не от их могущества. Христова же сила не такова. Он не лечил лекарствами, но пользовался ими только для знамения. Лекарством же было слово его. Когда он повелевал, то все остановилось весьма легко. Это знамение какое, что я пойду в дом Божий. Не давай говорить знамение молитвы или выздоровления или иной вещи. Напротив, когда ты пойдешь в дом Божий, то со самой уже и будет знамением.